Подготовить транспорт, объекты жизнеобеспечения, коммунальные и ресурсоснабжающие предприятия к работе в новогодние рождественские праздники – главная задача на сегодня. Учесть необходимо всё, подчёркивает глава курорта, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. Сегодня мы, Анапа, имеем высокий уровень миграции, что создаёт дополнительные трудности в работе по профилактике и предупреждению правонарушений. В таких условиях резко возрастает необходимость проведения активной профилактической работы адекватно изменениям как в общей геополитической ситуации, так и в локальной обстановке на территории города-курорта. 68 праздничных мероприятий пройдёт в учреждениях культуры в последнюю неделю декабря и во время новогодних каникул. И большая часть из них, конечно, детские. Сергей Сергеев акцентирует внимание начальнику управления культуры Марины Мельниковой. Необходимо ещё раз убедиться, что предприняты исчерпывающие меры безопасности, проверить эвакуационные выходы. На жесточайшем контроле должны быть перевозки детей. Под вашу личную ответственность, под вашу, Людмила Георгиевна, все выезды, то есть взаимодействие, в том числе и с ГИБДД, проверка состояния как транспортных средств, так и персонала, который им управляет, и сопровождающих лиц и так далее, и так далее, на жесточайший контроль. Начальник отделения охраны общественного порядка отдела МВД России по городу Анапа Андрей Плиев доложил, на время праздников полиция переходит на усиленный режим работы. На охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий запланировано 435 человек. Из них 173 сотрудника полиции и 262 представителя общественности. А заместитель главы курорта Владимир Забураев проинформировал о графике работы общественного транспорта. В новогоднюю и рождественскую ночи автобусы и маршрутки будут ходить по маршрутам до 3 часов ночи. Интервал движения 15 минут. На случай ухудшения погодных условий, возникновения снежных заносов и обледенения, скорректирован план действия дорожных служб и аварийных бригад. Ежедневно будут задействованы 24 единицы спецавтотранспорта, 96 дворников. Песко-соляная смесь имеется на всех предприятиях в полном объеме на весь зимний период. Тем не менее, нельзя забывать о мерах личной безопасности, быть бдительными и внимательными друг к другу и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей и пожилых людей.